Да, такая история. Вчера вышел издом, легко одет, без зонтика. И, конечно же, пошел дождь. И я ехал весь мокрый. Значит, и приезжаю злой и думаю, а вот если бы вернуться на час назад, ну, когда я смотрел прогноз погоды, и сказать себе, Вова, реально, будет дождь. В этот раз они угадали. Эти синоптики никогда не угадывают. Ну, в этот раз четко, в яблочко. Вы знаете, меня вообще часто посещает мысль, а что бы я сделал, появись у меня возможность вернуться в прошлое и там что-нибудь изменить. Думали об этом? Первое, что приходит в голову, это отправиться в прошлое и купить доллары по 8. Но согласитесь, согласитесь, друзья, странно тратить такую великолепную возможность на доллары по 8, когда можно вернуться в те времена, когда он был по 2. И еще, знаете, я бы очень хотел поговорить с собою, буквально за 5 минут до первого поцелуя. Дело в том, что первый поцелуй прошел так, как вам сказать, ну, прошел так, что второй пришлось ждать так же долго, как и первый. Я бы дал себе 3 простых полезных совета. Выблюнь жвачку, доешь халву, и твой анекдот смешной. Но расскажи его, пожалуйста, после поцелуя, а не во время. Часто бывает, вы знаете, что мне хамят, и я не нахожу, что ответить. А потом ночью ты думаешь об этом и ворочаешься в постели. Но могло быть иначе. Переспал ночь, и уже хорошо подготовленный, возвращаешься в прошлое, набираешься смелости и говоришь, сам ты мудак. И убегаешь. Да, да, тебя догоняют и бьют, но зато потом ночью ты не мучаешься от душевных страданий, только от физических и от болевых. Вы знаете, я уверен, некоторые скажут, как тебе не стыдно, Вова? Это эгоизм, решать только свои проблемы, имея такую возможность. Ну, во-первых, мне плевать, что вы скажете. А во-вторых, мы абсолютно правы. Поэтому на такой случай у меня идея для решения проблемы поглобальнее. Итак, в 90-е годы я подхожу к президенту Украины Леониду Кравчуку и незаметно тихонечко меняю с ним чемоданчиками. Я забираю его ядерный чемоданчик с собой в будущее, оставив ему свой. Таким образом, в 1994 году Украина объявила бы на весь мир об отказе от чемоданчика с трусами и носками Владимира Зеленского. Да, 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 да. Это большая жертва, но зато имея ядерное оружие, нам проще бы было бы сегодня разговаривать с Кремлем. Это правда. Вот и все. Вот так. Да, вы знаете, во многие моменты хотелось бы вернуться и многое, правда, хотелось бы изменить, кроме одного дня. Там бы я ничего менять не стал, а просто прожил бы этот день еще раз. Это был потрясающий день, когда я впервые увидел свою будущую жену. Да. Это стоило бы того, тем более, что в тот день и доллар был по 2 гривны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова